Каждый из посетителей торгово-развлекательного центра «Вегас» 24 декабря мог почувствовать себя Дедом Морозом. Здесь проходил финал благотворительной акции «Исполни видную мечту», которая стартовала 1 декабря на параде Дедов Морозов. Любой желающий в течение месяца мог купить подарок детям-инвалидам из Ленинского района. 68 писем с заветными детскими мечтами украсили новогоднюю елку. Ведущая Илона Броневицкая приглашала всех сделать праздник запоминающимся и исполнить чью-то видную мечту. Это Саша Кузун, пишет «11 лет». Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Кузун Александр. Мне 11 лет. Я учусь в пятом А-классе. Мне нравится собирать конструктор лего и хотелось бы на Новый год вертолёт от лего-техник. Мечта Саши сегодня исполнилась, как и многих других ребят. Кстати, в этом году подарки получат не только дети, но и взрослые с ограниченными возможностями. Заветные конверты с желаниями с елки снимали многие известные жители района. Валерий Нефантьев в день своего 70-летия специально приехал в Вегас, чтобы принять участие в акции. Во-первых, она в преддверии Нового года, а дети, естественно, ждут подарок, тем более под елкой. А здесь все подарки на елке, любой подарок берёшь, вручаешь детям, по-моему, лучше счастье, чем для ребёнка взять подарок из-под елки и получить. Это, по-моему, отличная акция. Мы считаем, что все должны получить подарки в Новый год. Мы с девочками пришли сегодня тоже выразить свою любовь, внимание и заботу к тем, кто нуждается именно в поддержке. Достаем из конверта. А вот мечта. Пойдём исполнять. Недалеко от елки проходили мастер-классы по изготовлению елочных игрушек из подручных материалов. Это шарики простые, белые, красные, зелёные, любые. Ленточки атласные, какие-то украшения, минимальные глазки и бантики. Всё. Специально для акции был придуман флешмоб. Автором слов и музыки стал Борис Каратаев. А танец подготовил Денис Полточиди из танцевальной школы-студии «Тодос». Тем временем количество конвертов на елке уменьшалось, а детские мечты продолжали исполняться. Вот в этом мы только начали читать. А так есть письма. В принципе, у меня сын в своё время увлекался. Это игрушки «Хотвилл» с машинки. Ну, в данном случае «Беговел». Это, судя по всему, смесь самоката с велосипедом. Письмо от Коптилкина Дениса, который очень хочет получить игру монополия. Полицейский патрульный корабль. Ну что ж, пойду принимать участие в этой прекрасной акции. Молодцы! Ленинский район всегда впереди. И самое главное, о чём пишут, о том, что просят подарить планшет. Конечно же, мы сейчас постараемся помочь в этом. Обязательно, чтобы у детей сбылась их видная мечта. Желания были самыми разнообразными. Также около елки был установлен ящик, куда можно было опустить любую сумму денег. Кто-то положил 100 рублей, кто-то 50 рублей положил. Мы можем их собрать и выполнить мечты, которые висят ещё пока на елке. Я сама уже исполнила одну мечту. Я очень довольна. И так хочется, чтобы вот этот год, наступающий, 17-й, был щедр вот на такие мероприятия. Сейчас мы имеем это великое счастье делать друг другу подарки. Поэтому сегодняшний день – это шанс, осчастливее в кого-то быть самому ужасно радостным. Я вижу, какое большое количество откликов получила эта акция. Мы её разрекламировали во всех сетях и на телеканале «Видное ТВ». Но я думаю, что и в следующем году эта акция приручёт ещё большее количество и взрослых, и детей. Так давайте поможем исполнить «Видную мечту». Олег Хромов исполнил сразу три мечты. Форму для фехтования, специальное кресло и инвалидную коляску. Каждый, кто принимал участие в акции, получил на память шарик «Видная зима». А все подарки в течение оставшихся дней до Нового года будут доставлены по адресам волонтёрами из территориальных советов молодёжи. Я исполнил «Видную мечту». Всех с наступающим!